Всем привет! В этом году решил попробовать заняться пчёлками. Наверное, только когда начнёшь этим заниматься, начинаешь понимать истинную ценность мёда. Когда-то этим занимался мой прадед, и от него мне достались вот эти вальцы. Этим вальцам очень много лет, и место их, наверное, в музее. Видел фотографию таких же вальцев в начало 20 века. Но они по-прежнему рабочие, как казалось. Оставалось только научиться ими пользоваться. Освоить, так сказать, технологию изготовления. В интернете чёткой инструкции я не нашёл. Прочитал ни один форум и статью по изготовлению ващины. Встречал также сообщения людей, которые приобрели себе вальцы, но у них ничего не получалось. Кстати, кто продаёт вальцы, часто пишут, что изготовление ващины будет проще простого. Ничего сложного, конечно, нет. Тем более, есть технология уже освоенная. Но и простой, и быстрый я бы её не назвал. Итак, после долгих экспериментов, ващину делаю следующим образом. Беру заранее перетопленный, очищенный, продезинфицированный воск. Так получилось, что я его залил уже в эту кастрюльку. И растапливаю на водяной бане. Эта кастрюлька специально предназначена для этого. Вот есть отверстие, куда заливается вода. Чуть-чуть брызгаем. Оп. Так, ну давайте сразу поставим на огонь. Огонь минимальный. Чтобы вода быстро не... Ну, она бы, если будет максимальный огонь, будет выкипать и заливать плиту. Вот, так же разогревал и... Ну, как бы кастрюлька в кастрюльке. Ладно, кастрюля вода, а другая кастрюля в воздух. Когда необходимо побольше объём разогреть. Так, пока он сгреется, расскажу про форму, куда будем заливать. Так, это алюминий. Длина равна длине вальсов. Ширина порядка 25 сантиметров. Так, ну и высота полтора сантиметра. Так, ну, ширины много. Я, например, режу получившийся лист пополам. С такой половинки мне выходит где-то 3-4 полных додановских листа. Так, конечно, многое зависит от качества подготовленных восковых плит. У всех меньше брака получается из тёмного воска. Причём, тёмный он не от примесей, там, прополис и так далее. Поверхность, на которую я ставлю поддон, должна быть идеально ровная. Но не идеально, но ровная. Для того, чтобы не ровнять места, где я заливаю, я сделал себе вот такую штуку. Это ДСП-шка с четырьмя саморезами. Путём вкручивания или выкручивания одного из саморезов. Я выставляю её по уровню. Вот эти саморезы. После того, как поверхность выровнена, поддон разогрет, смазываю его средством для мытья посуды. Смазываю слегка. Особых следов не остаётся. Ну вот, можно заметить, что никаких следов нет. Заливаю растопленный воск. После того, как зальём, в кастрюльку вновь можно закинуть другую партию. И пока эта форма остывает, воск у нас как раз расплавится. Можно будет извлечь и вновь залить, чтобы процесс был вне прерыва. Температура остывания воска не критична. Разве только что не минус. Хотя не пробовал. Вот так вот выглядит форма с залитым воском. Как только воск полностью остынет, он без проблем отделяется от краёв, ну и вообще от всей формы. Если форма была правильно разогрета и смазана. Это примерно происходит спустя 3-4 часа. Ну вот это остывало конкретно сутки. Вот можно заметить. Вся плитка полностью без проблем. Можно сказать, вылетает из формы. Поскольку у нас стоит новая партия на разогреве, мы не будем ждать полного остывания всей плитки. Можно дождаться, когда воск отделится от краёв и попробовать извлечь его при помощи шпателя. Это спустя примерно полчаса. Но бывает и такое, что воск неправильно застывает. Не знаю, из-за чего это получилось. Либо форма была неправильно разогрета. Возможно, температура в помещении была мала. Это около 5 градусов. Хотя, с другой стороны, вот эту плитку также залил. И она без проблем. Ну, то есть, не треснула. Вот уже воск тоже начал отделяться от краёв. Таким образом, выплавляя висковые плитки. И в дальнейшем покажу, что я с ними делаю. Вот про что я говорил. Можно не ждать окончательного застывания воска. И как только краешки отделились, можно начинать извлекать нашу восковую плитку. Сначала прохожусь по контуру, отделяя все края. А затем при помощи шпателя Извлекаю полученную узковую плитку. Вот так. Выглядит воск из... Ну, как... С другой стороны. На форуме можно заметить, что в середине немного как прилип. Для изготовления вощины далее воск необходимо нагреть. Причём равномерно. Пробовал это делать по-разному. Нагревал и в воде, и на батарее. И всё неудачно. Решил попробовать разогреть в парилке. И, наконец-то, мне удалось. Кладу на лавку газету, ну, или бумагу, чтобы не испачкать... Нет, не лавку, а сам воск. Грею часа 3-4. Сейчас попробую измерить температуру. Сколько будет воск спустя 4 часа после закладки. Ну, это примерно 44 градуса. Воск должен как бы слегка потечь. Легко проминаться. Лучше воск перегреть, чем не догреть, поскольку он гораздо больше нагревается, чем остывает. Теперь о вальцах. Вальцы должны быть холодными на ощупь. Где-то 10-15 градусов. После прокатки пара заготовок, остужаю их снегом. Поскольку к тёплым вальцам начинает прилипать воск. Так же, чтобы воск не прилипал, посмазываю вальцы мыльным раствором. Который... Сейчас покажу. Который готовлю следующим образом. Беру где-то пол куска хозяйственного мыла. Замачиваю его на ночь в воде. И добавляю затем к нему где-то 1 треть пачки соды. Всё это размешиваю, довожу до сметанообразного состояния. Пробовал использовать и просто мыло, и средства для мытья посуды. Но у всех лучше подходит именно этот раствор. После того, как воск нагрелся, он свободно проминается пальцами. Если провести пальцем, то на них остаётся лёгкий узковой налёт. Далее вальцы я смазываю. Крутить необходимо с напарником, поскольку делать это одному практически невозможно. Да и брака выходит гораздо больше. Готовый лист я режу пополам. Если воск правильной температуры, и вальцы также правильной температуры, то нам не составит труда отделить начало, как бы, ващины. Если температура воска слишком высокая, или же вальцы больше 15 градусов, то воск начинает прилипать. Ну или же смазки недостаточно. Отчистить вручную практически невозможно. Если использовать железную щётку, то можно повредить гравировку. Я чищу при помощи кипятка. Просто лью, и воск выплавляется, смывается. После этого вальцы необходимо остудить при помощи снега. Самый лучший вариант. Из такой половинки получается вот столько. Это соответствует где-то трем дадановским листам. Далее по шаблону. По шаблону, который равняется шаблону ващины, нарезаю готовые листы. Конечно, не всегда всё проходит гладко. Бывает, лезет и брак. И получается и по одному, и по два листа. Но иногда из брака можно нарезать вот такие вот примерно заготовки под магазин, так сказать. Все обрезки я, конечно же, перетапливаю. Но, чтобы их перетопить, предварительно я их замочиваю в воде на сутки. Чтобы, ну как бы, смыть с них весь мыльный раствор, чтобы он вышел. Если мы перетопим в таком виде, то воск, как сказать, сэмульгирует, превратится в эмульсию такую белую. Она будет мягкая и жёлтая, как такой чистый воск. Разок. Ну, первый раз, когда не знала, то перетопил, и весь воск был мягкий. Конечно, и эмульсия может превратить обратно в воск. Это просто прокипятить её на огне, чтобы... Вся эмульсия испарилась, так сказать. Вот столько ващины получилось за два неполных дня. Это примерно около 6-7 часов работы. С перекурами. Ну, конечно, это не заводская овощина. Включается очень много брака. Умятины часто прорываются. Но зато сделан своими руками. Процесс, как я сказал, небыстрый. Так, ещё много где встречал, что советуют её мыть. Как бы после смывать мыльный раствор. Но как такое количество высушить, я себе не представляю. Так что я не мыл. Не споласкивал, так сказать, от мыльного раствора. Планирую это сделать непосредственно перед постановкой вулей. Ну, или за день до этого. Когда уже на овощину можно будет... На овощину можно будет... Сполоснуть и поставить, допустим, в ящик. Обсыхать. Не знаю, как это пока будет выглядеть. И опять же не знаю, примут ли её пчёлы. Потом выложу видео, приняли ли её вообще пчёлы или нет. Ну, на этом, пожалуй, всё. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся на канал. Всем удачи. Пока. Субтитры подогнал «Симон»